Если ты включил это видео и перед этим не смотрел фильм и не читал романа, то я тебя сразу предупреждаю, что тут будут спойлеры. Очень много спойлеров. Но на самом деле переживать по этому поводу не стоит, потому что хороший фильм спойлером не испортишь. Разлагайся, ой, пардон, располагайся поудобнее. Мы начинаем. Сразу обозначу момент. Повелитель мух это Вильзевул. По некоторым данным считается старшим демоном, вот в этой демонической иерархии, по некоторым самим сатаной. Почему мух? Думаю, но это лишь мое предположение, все в принципе просто. Мухи слетаются на труп, и грубо говоря, Вильзевул это повелитель смерти. И поэтому сегодняшний обзор, как собственный фильм и роман, будет про смерть. Про то, что ведет к смерти, про то, что ей сопутствует и предшествует, ну и впрочем не только об этом. Стоит сказать, что фильм, правда, в отличие от книги, имеет некоторые сценарные недоговорки, так сказать, а в техническом плане он, конечно, очень сильно проигрывает современным лентам. И ставить его по качеству в один ряд с пауками, суперменами и так далее просто нельзя. Понимаете, в чем дело? Фильму все же более 30 лет. Это последнему фильму, а первый был снят в 63-м, по-моему, году. И хотя он сделан в общем на уровне, но то качество подачи относительно происходящего в фильме и относительно уже привычному для современного зрителя уровню реализма, так сказать, происходящего на экране, он, конечно, современным лентам уступает. Понимаете, фильм не передает того ощущения реальной жести, которая происходит по сюжету. Я не говорю про то, что фильму не хватает крупных кадров мясных сцен или проявления жестокости. Речь идет именно о передаче атмосферы и некоторых важных моментов, которые из фильмов просто убрали. Что касается хронометража, то я считаю, что «Повелителя мух» можно смело делать в трехчасовой показ, так как 90 минут, включая титры, явно недостаточно, чтобы в полной мере раскрыть глубину этого произведения и тех вопросов, которые он поднимает. В отличие от фильма, в книге все происходит более плавно, конфликты развиваются логичнее, а персонажи ведут себя менее резко, что ли. В общем, ощущается некая натуральность происходящего. «Повелитель мух» наводит ужас не так, как это делают голливудские страшилки про неведомых зверушек из космоса, мимикрирующих под что-то страшное и пытающие напугать зрителя уродливостью форм, музыкальным сопровождением и скримерскими приемчиками. «Помираю! Ой, как жить охота!» А философские жизненные вопросы, поднятые в романе, стоят минимум на пару голов выше современных вот этих псевдодрам-смешариков в обтягивающих костюмах, ну и все в этом духе. Если погружаться в происходящее по-серьезному и с помощью воображения попытаться пропустить через себя историю романа, переживания и чувства ее героев, то становится вполне очевидно, что это не какое-то дешевое заигрывание со страхом. Так же, как и недешевое заигрывание в мораль, в виде длинных диалогов, лиги справедливости Снайдера и остальной субергероики, где стадо в обтягивающих штанах из раза раз борется с очередным идиотом. Эти фильмы лишь кастрированное подобие тех, реально грамотно обыгранных образов в искусстве, которые стоят освещения и заставляют зрителя задуматься о фундаментальных принципах, на которых общество пытается устоять. А говорить, что «я сходил в кинотеатр, развлекся и на меня это никак не влияет», это, извините, так же, как сказать, что я поел ***, ну точнее вкусной, но вредной еды, и это никак не отразилось на моем здоровье. То, что ты не ощущаешь мгновенных последствий здесь и сейчас, это не значит, что их вообще нет, или что, например, на тебе лично они сказываются минимально, а на поколениях, выращенных на таком контенте, они отражаются очень даже критично. А, собственно, к чему была эта тирада о современном синема и ее влиянии на зрителях в рамках данного обзора, к которому они вообще-то не имеют никакого отношения? А к тому, что в «Повелитель мух» тоже далеко не все осознавали те более и менее важные причины, которые привели к печальному финалу общества юных мальчиков из злосчастного острова. В романе все по-настоящему. По-настоящему в том смысле, что его основной посыл – прямое отражение нашего общества, причем понятное даже достаточно юному зрителю и дающее ответы на большинство вопросов. Даже в случае, если вы не знакомы с самим романом, а смотрели лишь фильм. И несмотря на то, что главными героями выступают дети, это, простите за тавтологию, очень взрослая аллегория на взрослых. Дети в своих поступках лишь дают более бесхитростную и понятную модель общества. Конечно, никто не претендует на то, что это так и никак иначе во всех смыслах, но общий посыл реально понятен и, как мне кажется, отражает немалую часть истины. Роман, по которому и сняты одноименные два фильма, был написан в 1953 году. И хотя роман написан достаточно тяжелым языком и читается признаться не совсем плавно, о чем, в общем, впоследствии сказал и сам автор, это совершенно не умаляет его культурной значимости. И в чем же суть романа и почему он получил мировое признание? Все, в общем-то, просто. Это крайнее многогранное произведение, в котором можно рассмотреть множество ключевых, я подчеркну, ключевых и базовых постулатов и проблем из жизни социума. Возможность рассмотреть через призму романа наше существование с очень многих сторон, где будут конкретно обозначены проблемы, как внешние, так и внутренние. Но главная составляющая успеха, думаю, не в этом, а в том, что вся эта многогранность передается через очень простые и понятные обывателю образы. То есть это можно сказать как мультик для взрослых, особенно учитывая то, что главными героями выступают дети, то есть дети это общество в целом, но раз уж они дети, то и все их копирование взрослой жизни происходит через очень простые образы. И вот это сочетание с одной стороны серьезных тем, а с другой стороны простейшей их визуализации, крайне умело, и еще раз повторюсь, понятно как для зрителя, так и читателя, оголяет самые серьезные и насущные проблемы человека, не только в его социальной массе, но и отдельно от нее. Ближе к телу, как говорит Гиди Амапасан. Итак, перед нами исторический, религиозный, социальный и, несомненно, нелишенный символизма роман. И несмотря на свой, так сказать, почтенный возраст, я с удивлением обнаружил, что в самой читающей стране мира он не был особо-то популярен, и многие люди старшего поколения, я говорю про возраст от 40 до 80 лет, даже и не слышали о нем. Да и последняя экранизация, как я уже говорил, была сделана аж более 30 лет назад, да и та, надо сказать, имеет некоторые очень ключевые отличия от романа, о которых я упомянул в разборе. Тут будут затронуты темы жадности, безумия, помешательства страха, армии, аристократии, религии, власти, предательства, важности законов и правил и прочее так далее. И да, я ничуть не преувеличиваю. Эти темы действительно рассмотрены в этом далеко не огромном произведении, а читается оно в спокойном ритме где-то часов за 5-6. Однако уточню, что несмотря на невысокий объем романа, полноценное раскрытие всех затронутых в нем тем и нюансов, я чисто физически не смогу рассмотреть в адекватных рамках хронометража обзора и указать детально все то, на что следует обратить внимание, разобрать по полочкам и так далее. Поэтому я сделал так, выделил две важных причины, одни из важных причин, послужившие разверке событий, постараюсь обозреть их именно максимально емко, а остальные же затрону чуть менее. Что ж, давайте кратко пробежимся по сюжету романа. Над необитаемым островом терпит крушение самолет, несший на борту эвакуированных мальчиков, часть из которых певцы церковного хора. В фильме мы видим каких-то кадетов военного училища, и это одно из важных отличий. Почему? Более подробно об этом чуть позже. В итоге на острове образовалось как бы две группы, но было решено выбрать общего лидера. Кандидатов было двое, один из них Ральф, сын капитана второго ранга морского флота, по роману выступающим главным положительным героем, и антагонист Джек Меридью, который являлся главным собственно хора. Также помимо Ральфа и Джека, есть еще два очень важных персонажа. Мальчик по прозвищу Хрюша, что как бы уже сразу намекает на его незавидную роль в этом обществе. Он толстый, плохо видит, выросший без родителей, воспитанный своей теткой. И Саймон, мальчик, так скажем, со странностями. Имеется в виду со странностями, относительно видения его остальными детьми, и даже Ральфом. Сам он также из церковного хора, и в ранней версии романа имел явные, так скажем, отсылки к Христу. Но впоследствии его образ был несколько сглажен, дабы он как бы не перетягивал на себя все одеяло. Однако он сыграет очень важную роль в романе. Более подробно об этих ключевых персонажах детальнее я упомянул в самом конце, чтобы, подводя общий итог, сделать это в том числе через тот политический взгляд на происходящее, которое, возможно, имел в виду и сам автор. Итак, в ходе голосования лидером был признан Ральф, чему Джек не обрадовался, но особо вида не показал. В итоге же Ральф свое положение удержать не смог, и все закончилось раздором между двумя лидерами. А общество острова раскололось. Джек хотел развлекаться, охотиться, убивать диких свиней и есть мясо. Для него эти цели были основополагающими. Ральф же в больший приоритет ставил поддержание сигнального костра, дабы с помощью него кто-то смог их заметить и с острова забрать. То есть, по сути, он просто хотел спастись. Ральф не хотел жить на этом острове вечно. Однако вы можете спросить, где же Повелитель Мух? Кто это вообще такой, что за роль он сыграл в романе, что его именем автор и решил его назвать? Что это за персонаж, вокруг которого крутится весь сюжет? И вот тут очень интересный момент. Если вы будете смотреть фильм, не читая романа, то этот персонаж и его сюжетная линия совершенно не раскрываются. По какой-то причине создатели обеих экранизаций решили опустить эту важнейшую линию. А точнее, одну короткую вставку, которая полностью раскрывает весь ужас происходящей по сюжету и добавляет еще один ракурс взгляда на происходящее. Итак, в ходе жизни на острове, пока все еще действовали единым обществом, мальчики обнаружили пещеру, в которой, по их размышлению, находится страшное чудовище. Они решили, что это чудовище охотник по своей натуре, точнее, к этому больше склонял остальных Джек. И, кстати, в общем-то, оказался прав, но не совсем в том смысле, которым думал. А раз так, то надо было этому чудовищу поднести, так сказать, дар. И даром этим стала свиная голова, насаженная на копье и поставленная перед входом в пещеру, вокруг которой, как вы догадываетесь, очень скоро начали кружить мухи. В итоге зверь послужил для общества Джека не более чем выдуманным и возведенным в культ внешним врагом, для вселения страха в общество и укрепления определенной модели управления им в виде так называемой «правящей элитой» в лице Джека. Но есть и иной фактор, который несколько меняет отношение как к зверю, так и к его так называемому существованию. И тут важный момент, о котором я говорил ранее. В фильме зрителю совершенно не дают расшифровку этого повелителя мух. Он остается лишь средством манипуляции Джека и не имеет, так сказать, личности. В романе же он обозначен явно. Я даже больше скажу. Отрывок, который я вам сейчас зачитаю, очень сильно меняет ощущение от произведения, добавляя в него особую атмосферу. И ведь книга, как и кино, называется «Повелитель мух». И получается, в фильме его совершенно обошли стороной. А ведь он имеет ключевое значение. И не только он сам, но и факт того, кто его нашел и при каких обстоятельствах. А нашел его Саймон, тот самый мальчик, который в романе имеет явную отсылку к Иисусу, он был из церковного хора и воспринимается участниками как несколько немощный и с некоторыми странностями. Но именно он не побоялся пойти к пещере в одиночку, где находится чудовище. Именно ему открылся Вильзевул, и ему он рассказал о своих планах по поводу остальных и предсказал Саймону смерть от руки остальных мальчиков. Вильзевул раскрывает ему свои карты, подобно тому, как это делается в типичной манере, когда некто говорит о своих планах тому, кто скоро умрет от его рук и не сможет их нарушить. И поскольку в фильмах этот диалог отсутствует, это важнейшая деталь всего сюжета, я бы даже обозначил его как ключевым к пониманию романа, а следовательно и того, что хотел сказать автор об современном социуме и так далее. Я сейчас зачитаю его полностью, он не сильно большой, тому, кто с романом не знаком, он будет интересен. Итак, Саймон в одиночку идет к пещере с чудовищем и, видя свиной голову, насаженную на копье, начинает слышать ее голос. «Глупый маленький мальчик», говорил повелитель мух. «Глупый, и ничего ты не знаешь?» Саймон шевельнул вспухшим языком и ничего не сказал. «Что, не правда?» говорил повелитель мух. «Разве ты не маленький и разве не глупый?» Саймон отвечал ему так же молча. «Ну и вот, беги-ка ты к своим, играй с ними, а не думай, что ты чокнутый. Тебе же не хочется, чтобы Ральф считал тебя чокнутым. Ты же очень любишь Ральф, а правда? И хрюшу с Жека, да?» Голова у Саймона чуть запрокинулась, глаза не могли оторваться от повелителя мух, а тот висел прямо перед ним. «И что тебе одному тут делать? Неужели ты меня не боишься?» Вдруг Саймон вздрогнул. «Никто тебе не поможет, только я, а я зверь». Губы Саймона с трудом вытолкнули вслух. Свиная голова на палке. «И вы вообразили, будто меня можно выследить и убить?» сказала голова. Несколько мгновений лес и все другие смутно угадываемые места в ответ сотряслись от мерзкого хохота. «Но ты же знал, правда, что я часть тебя самого, неотделимая часть, что это из-за меня ничего у вас не вышло, что все получилось из-за меня». И снова забился хохот. «А теперь...» сказал повелитель мух. «Иди-ка ты к своему, и мы про все забудем». Голова у Саймона качалась, глаза прикрылись, словно в дрожании этой пакости на палке. Он уже знал, что сейчас на него найдет. Повелитель мух взбухал, как воздушный шар. «Просто смешно. Ты же прекрасно знаешь, что там на ножу ты со мной встретишься. Так чего же ты?» Тело Саймона выгнулось и застыло. Повелитель мух заговорил, как учитель в школе. «Все это слишком далеко зашло. Бедное заблудшее дитя, неужто ты считаешь, что ты умнее меня? Я тебя предупреждаю, ты доведешь меня до безумия, ясно? Ты нам не нужен. Ты лишний, понял? Мы хотим позабавиться здесь на острове. Мы хотим здесь на острове позабавиться. Так что не упряемся, бедное заблудшее дитя, не то». Саймон уже смотрел в открытую пасть. В пасте была чернота, и эта чернота расширялась. «Не то. Мы тебе перекончим. Джек и Роджер и Моррис и Роберт и Билл и Хрюша, и Роджер, прикончил тебе ясно». Пасть поглотила Саймона, он упал и потерял сознание. Кстати, есть в романе момент, где даже Джек, который как бы манипулировал обществом с помощью образа зверя, произносит следующую фразу. «Будто звери вправду есть, и когда ты охотишься, особенно когда ты один, ощущение, будто не ты охотишься, а охотятся за тобой». Ну а дальше все идет, как говорится, по накатанной. Саймон бежит рассказать своим о том, что чудовища нет, что в темной пещере было вовсе не чудовище, а умирающий десантник, который уже мертв, и это он напугал их в первый раз. Мальчики как раз в это время ели мясо и танцевали, как бы ритуальный танец у костра, распаляя свои звериные ощущения все больше и больше. Было уже темно, и вот увидев движущуюся фигуру Саймона, они приняли его за чудовище, напали и забили его копьями до смерти, оставив его тело лежать в океане. В дальнейшем диалоге Хрюша и Ральфа становится понятно, что не все приняли Саймона за чудовище, но побоялись остановить разбушевавшуюся толпу. Хрюша уговаривает Ральфа, что это был несчастный случай, это некий диалог совести. Однако Ральф не соглашается с ним, говоря, что это было убийство. Далее, по ходу сюжета, оставшиеся мальчики, которые не присоединились к Джеку, его отряду охотников, в итоге все же присоединяются к нему, и остаются лишь Ральф и Хрюша. В одной из ночей, Джек устраивает нападение на них и забирает у Хрюши очки, чтобы разводить огонь, в случае, если он угаснет. Джек устраивает в своем обществе безоговорочный диктат, тот, кто не согласен с его решениями или оспаривает его точку зрения, подвергаются физическому наказанию. В итоге Ральф и Хрюша приходят к ним, и Ральф пытается объяснить Джеку, что все это безумие, что он зашел слишком далеко, между ними завязывается драка. И далее Хрюша, решенный очков, без которых он ничего не видит, издает сигнал раковины, которую в самом начале, когда общество было еще цельным, они избрали как символ того, что обращаться к собранию может только тот, в чьих руках она находится. Это было общее правило, попранное в итоге Джеком, и более этот символ не являлся, так сказать, священным в его новом обществе. Но Хрюша все же обращается к банде Джека со следующими словами. Вы ведете себя как малые дети. Что лучше быть бандой, раскрашенных черномазых, как вы, или разумными людьми, как Ральф? Что лучше, жить по правилам и дружно, или охотиться и убивать? Закон, и чтобы нас спасли, или охотиться и погубить все? Это были его последние слова. С высоты склона на Хрюшу сбросили огромный камень, который, упав ему на голову, убил его. Это не просто убийство, не то, что можно было списать на несчастный случай, как когда Саймона, забив копьями, приняв якобы за зверя среди ночи. Это было осознанное действие. Среди дня и у всех на глазах. Это бесповоротная точка безапелляционного принятия главенствующих правил Джека, действующих ныне на острове. После некоторого общего шока от содеянного и увиденного, Джек прокричал Ральфу, «Я вождь, и с тобой следует поступить так же». В фильме же Ральф говорит Джеку, «Ты ответишь за это?» На что тот отвечает, «И что же ты мне сделаешь?» «Ты один». Грубо говоря, здравомыслие осталось в одиночестве, без сторонников. Последний из них убит. И теперь оно объявлено вне закона. Закон отныне только один, это закон Джека, закон диктата. Если новый закон говорит, что черное – это белое, а белое – это черное, значит, общество должно это принять. Значит, это так и есть. А если кто-то не до конца верит в то, что говорит диктат, она может это делать лишь шепотом. Как близнецы, которые не верят в то, что чудовище существует, в глубине души они еще остались преданными Ральфу и не сдадут его, когда будет возможность. Но явно высказывать свою позицию они уже не могут, потому что диктат всегда посягает на свободу слова, воле изъявления и в идеале своем даже мысли. Вот таков краткий пересказ сюжета и прежде чем мы разберем его финал и некоторые ключевые особенности, повлиявшие на эту стремительную трансформацию общества, предлагаю более подробно разобрать основных персонажей произведения. Сразу скажу, что основу этой трактовки я взял из сети, так как мне она показалась достаточно аргументированной. Также определим некоторые ключевые моменты и символы произведения, перед тем, как перейдем к детальному разбору двух ключевых факторов романа, о которых я говорил в начале видео. Итак, начнем с Джека. В фильме это мальчик, высокого роста, с белыми волосами, выходец, как и остальные, из кадетского училища. По роману же, это худощавый, длинный, рыжий, весь в веснушках юнец. Если вкратце, Джек является английским аристократом, а Ральф представитель среднего класса. Кстати, Голдинг не особо-то любил аристократию. По некоторым сведениям, он говорил, «У меня была мечта заложить бомбу по школу аристократов, рядом с которой я учился, и взорвать ее». Считалось, что в Оксфорде, в котором он впоследствии получал образование, у него была кличка «Не совсем джентльмен». То есть, он сам был в некотором смысле изгой, как бы низший человек. Джек, кстати, помимо того, что аристократ, является старостой церковного хора, и имеет страсть к таким типичным развлечениям аристократии в виде охоты, чем он в итоге решил в основном заниматься на острове. Ну и далее, смотрите, о чем, возможно, хотел сказать автор. Аристократия захватила власть и начала утверждать свои принципы и идеалы. Несогласных и тех, кто просто что-то вякал, наказывали. Интересно также, что команда Джека, как я и говорил ранее, это условно представитель ее еще и церкви. И тут, знаете, как прямо-таки падение сатаны описано. Ну, сами прикиньте, они раньше распевали хором молитвы про все хорошее против всего плохого, а в итоге опустились до звериного, то есть полностью противоположного уровня. Ну, а по факту они обычные дикари. И все это для того, чтобы установить безоковорочный диктат. Собственно, откуда Джек знал об охоте? Откуда он знал, как разделывать правильно кабана? Да он просто был на ней со своими родителями, аристократами, у которых, как вы знаете, охота – это очень давнее развлечение. Конечная цель – это уничтожить, или, так скажем, полностью подмять под себя интеллигенцию в виде хрюши, уничтожить средний класс – это Ральф, так как условно он и представляет его, являясь сыном капитана, и также являясь представителем, так скажем, дублестной армии, которая несет в себе, так сказать, благородные принципы существования. Тот же Джек по факту отдал приказ убить и Мэйсона, представителя истинного знания, который несет свет, разгоняющий тьму невежества. Он является неким просветителем, который хотел вразумить остальных об их заблуждениях. В итоге же, заметьте, его убила толпа. Как и все та же толпа, по факту, дала свое согласие Понтию Пилату на казнь Иисуса, когда кричала «Распни его!» и вместе с умершим Мэйсоном умерло и истинное знание, оставив общество во тьме заблуждения. И хотя некоторые из него также не верили в чудище, как близнецы, все же на глобальный исход и положение дел это никак не повлияло. Хрюша – низший класс, точнее, правильнее сказать, занимающий низшее положение. Возможно, кстати, сын блудницы, по сути, дал все технологии обществу. Он показал, как пользоваться раковиной, чтобы извлекать звук для созыва собрания и очки для разведения огня. Также именно Хрюша предложил изобрести часы для исчисления времени. Хрюша больше остальных ратовал за правила, важность их соблюдения и так далее. Но Хрюша стал изгоем. И Ральф, которого, по сути, Хрюша привел к власти, в некотором смысле публично его, так скажем, освистал и выставил посмешищем. Хотя, впоследствии, пожалел об этом. Более того, он и сам говорит о том, что Хрюша – самый умный из всех. Кстати, а вам вообще не кажется странным, что Хрюша – человек без имени, без родителей и оказался вдруг таким умным? С чего вдруг-то? Откуда он там набрался этих знаний и почему он такой больной? Хрюша – это отсылка к интеллигенции, реальной интеллигенции, которая, можно сказать, последнее гонение на здравомыслие, реальный порядок и так далее в образе Ральфа случилось после того, как на Хрюшу сбросили огромный камень, причем обычное, так сказать, уже зомбированное Джеком общество. И в некотором смысле причиной этого упадка послужил так называемый средний класс, который не разобрался что к чему или не успел вовремя разобраться и не пошел, как было сказано ранее, в правильное взаимодействие с интеллигенцией, не встал на ее защиту в нужное время и защиту ее интересов. По сути, интеллигенция стоит на самом низу, настоящая интеллигенция. Ее не слушают, даже когда у нее есть законное право в виде раковины. Ее высмеивают из-за ее положения. Джеку Хрюша не нужен, ему нужны его очки, которые в итоге у него отобрали. Метафорично, элита просто хотела использовать плоды интеллигенции в своих целях, то есть перекладывая на реальность, использовать ее остатки в личных интересах, а не общественных. Есть еще важный момент, не забывайте, что это дети. Дети еще не выросли, но когда бы они выросли, обрели и укрепились в собственном мнении, они могли бы Джеку очень даже предъявить, ведь рано или поздно они бы все поняли, что никакого чудища нет, и что Джек убийца, и так далее. Ну и условно вспомните, что Британия, это так сказать, оплот той самой аристократии. Не надо думать, что это как-то изменилось. Это держатели колоний, находящиеся на самом крупном острове Европы и держатели старейших капиталов в мире, а это важно. Понимаете, разница во власти и влиянии, уровню связи и так далее между тем, кто нахапал миллионы в удачное стечение времени и тем, кто распоряжается ими из поколения в поколение, просто колоссально. То есть вообще, по сути-то, можно провести параллель, что с помощью того самого дьявола, который только в головах, управляется общество, но важно, что то, что он в головах, не означает, что его нет вовсе или он должен существовать как бы в неком физическом обличии. Нет. Это, кстати, все те же манипуляции утверждать его в этом обличии, типа черта с рогами и так далее. Нет. Он вселяет страх через людей и действует через людей и с помощью людей. И тут очень тонкая штука. То, что ты придумал в своей голове, в твоей же голове обретает жизнь, а если нечто обретает жизнь, она начинает действовать согласно своему уже образу и подобию. Также можно двояко трактовать и финальную сцену. Не забывайте, что произведения очень часто несут в себе два, а то и более подтекста, заложенные автором. Явные, скрытые, аллегоричные и так далее. И если с явным смыслом взрослого на острове все в общем-то ясно, то в религиозном контексте есть некоторые нюансы. Так в конце они увидели взрослого и взрослые сразу увидят безумца. То есть, как бы так бог видит того, кто кем является. Он отличает правду о лжи, ну то есть понятно, что в фильме это не показано, но условно говоря, это как бы как твои дела говорят за себя. Не зря в итоге мальчики сделали все что? Приняли иную внешнюю форму, размалевав себя в дикарей и только Ральф остался обычным человеком, так сказать. И что еще произошло со всеми, когда они увидели бога? Сразу все поняли. Игра закончена, потому что это была лишь игра и они это знали. Даже если ценой была жизнь, это все равно была лишь игра. Ты просто принял ее законы и правила, но ты знал, что это безумие и согласился на это, а при виде бога вся эта иллюзия мгновенно умерла. Еще одна возможная даже не то чтобы трактовка, а просто логично вытекающая религиозная мысль. Когда казалось, последняя надежда исчезла и все, конец, случилось чудо и здравомыслие спасено. Посыл примерно такой, кто соблюдает человеческие законы, тот останется в выигрыше. Но это не обязательно можно трактовать как как бы спасение жизни при жизни. Если мы видим тут взрослого человека, который как бы бог, а я напомню, изначально это был моряк в белой форме, ну то есть, сами понимаете, намек как бы очевиден. Значит, тот, кто жил по человеческим законам, останется в выигрыше, когда умрет и попадет к богу. Ведь как бы встреча с ним обусловлена при таких вот условиях. Возможно, именно поэтому он показывается внезапно, как смерть приходит к человеку. Ведь после чего увидел его главный герой? После падения. Это как возможная отсылка к смерти. И человек упадет и попадет туда, где дела его будут ясны. Кстати, в качестве очень короткой ремарки напомню, что во все той же канонической библии описываются две смерти. Обычная и еще одна, которая ждет нечестивцев уже после суда. Ну и размыслите сами. Разве стали бы дети себя вести так, если бы точно знали, что за ними придут? Едва ли. А если бы они точно знали еще и когда придут? Тем более. При отсутствии же этих данных это вопрос веры. Ведь так или иначе целую группу детей искать бы начали сто процентов. И рано или поздно нашли их. Уж тем более церковный хор и явно не бедных мальчиков. Особенно, если бы они все делали правильно. Подавали сигналы и так далее. Так же и люди в нашем социуме. Если бы они точно знали, что их грязные дела в итоге обнаружатся и последуют наказания, едва ли они их совершили. Ну а если и совершили, то процент таких людей был бы значительно ниже. Еще один важный момент. На острове присутствовали все условия для жизни. Погодные, еда, вода, возможность устроить себе временное жилье в виде шалаша, возможность подать сигнал бедствия, безопасность и так далее. То есть, по факту, они действительно могли бы очень интересно и весело провести время без взрослых самостоятельно. Но вот еще одна уже более социальная отсылка. Интересно, что за детьми, которые погрязли в хаосе и буквально спалили мир в виде острова, на котором они жили, пришли взрослые, причем тоже военные, и спросили, что это вы тут делаете? И вот тут как бы уже этим взрослым хочется задать тот же вопрос, а что делаете вы? Ведь эти взрослые нашего мира получаются такие же безумцы. Можно сказать, что в данном ракурсе это как бы вопрос самого себе. Кстати, взрослые прибыли только тогда, когда увидели дым на острове от пожара, который буквально сожрал этот сказочный остров. То есть, это был массовый пожар, как бедствие какое-то. И под этим автором вполне может быть подразумевал апокалипсис. А вот те два момента, как мне кажется, очень актуальных, особенно в последнее время, о которых я бы хотел поговорить. Это авария и страх. Если при слове страх ассоциации возникают более-менее явные, то давайте начнем с аварии и определим, что это вообще такое. В общем смысле, это события, те или иные явления, которых ты не ожидал. И даже если ты ожидал или была их вероятность, ты бы не хотел, чтобы они произошли. Самолет потерпел катастрофу. Знали ли взрослые, что такое иногда случается? Да. Знали дети? Да. Все знали, что такая вероятность есть. Вопрос в другом. Какова вероятность того, что именно ты попадешь в эту вероятность? Но даже если ты знал, даже если ты планировал, что если ты никогда не испытывал подобного? Ты не знаешь, как ты будешь переносить эти события, особенно каковы именно будут последствия и как долго они будут длиться, как ты будешь на них реагировать и сможешь ли ты реагировать на них согласно плану, даже если он реально был. Сможешь ли ты держать себя в руках, мыслить так, как нужно мыслить, действовать так, как нужно действовать и так далее. В мире есть множество примеров, когда все идет по плану и не по плану, но в итоге люди начинают действовать именно не по плану, даже если этот план не конкретно прописанный на бумаге правила, а грубо говоря просто обычное здравомыслие, когда ты включаешь голову и понимаешь, что для достижения цели, коей является выход из последствий аварии, ты подобно персонажам повелителя мух, вопреки здравому смыслу, не совершаешь нужных действий. Почему и какова основная причина такого поведения? Что же именно ведет человека к панике, неправильному анализу ситуации и в конечном счете иногда смерти собственной или смерти окружающих, что является основной причиной того, чтобы над твоей головой мухи начали хаотично выплясывать свой танец смерти? Страх. Страх твой друг, твой враг и твой бог. Все зависит от того, кто из вас кем управляет. Однако что такое страх? Ведь это можно сказать инструмент психики, но как он работает? И почему страх один из самых древних и эффективных методов управления? Страх это кнут для разума, он подгоняет человека принять решение. Страх это лишь отражение твоего восприятия ситуации и условно можно выделить два типа страха, быстрый и медленный. Быстрый страх реагирует на внезапно возникшую ситуацию, он не дает тебе возможность сознательно анализировать происходящее, ты действующий рефлекторно. Как например отдернуть руку от тока или съежиться от взрыва, тем самым уменьшив возможное количество повреждений органов тела, то есть закрыв голову руками, как один из более важных элементов и присев, тем самым прикрыв живот и грудь. Согласитесь, эти движения выглядят совершенно логично с точки зрения сохранения наибольно значимых органов. Однако ты можешь побороть свои рефлексы с помощью, во-первых, опыта, то есть выработки собственных осознанных рефлексов, так называемой привычки. Или подобный же эффект дает элементарно знание о том, что некое резкое событие произойдет в какое-то конкретное время и конкретном месте. То есть говоря более понятно, с помощью информации и доверия к ней ты можешь возвысить знания конкретные над знаниями общими, ну то есть я имею ввиду рефлексы, что несомненно дает понять человеку то, что есть совершенно точная иерархия знаний и ее обработки. Почему? Потому что не всегда инстинкты и рефлексы могут сделать за тебя правильный выбор, так как они работают лишь в привычных общих, так сказать, условиях. Но что если условия выходят за эти рамки обыденности? К примеру, человек рефлекторно одевливает руку от горячего, чтобы не обжечься. Огонь существует в природе, и этот рефлекс работает. Но в природе человек практически на 100% лишен возможности столкнуться с постоянным током, и поэтому если ты не знаешь, как с ним работать, то твои рефлексы могут тебя погубить. К примеру, ты не знаешь, идет ли ток по проводу. Если ты решишь потрогать его привычным способом или просто по незнанию, прикоснешься к нему рукой, обратив ладонь к вероятному источнику тока, твоя рука срефлексирует и сожмет этот источник в кулак, и ты получишь очень большую вероятность умереть. Но если ты знаешь, что проверять его надо обратной стороной руки, чтобы она, также сжавшись в ладонь, как бы отдернулась от этого источника, а не сжала его, то останешься жить. Или не зная, что сосуд с незнакомой жидкостью нужно обонять не засунув туда свои ноздри, а открыв сосуд и как бы помахать рукой над горлышком в сторону носа, так вот не зная этого, ты рискуешь, скажем, получить химический ожог от испарений. Так же, как было сказано в начале, в быстрой так называемой ситуации идет быстрый страх. Резкий взрыв и ты автоматически сжимаешься, но до этого сжимания человек должен почувствовать страх, особенно если ты этого не ожидал. Страх настолько скоротечен, что ты буквально не успеваешь его осознать, но это и естественно, ведь он по сути действует со скоростью мысли. Страх заставляет тебя анализировать ситуацию максимально быстро, но анализировать на физическом уровне, на важном уровне, как реагировать, бежать, защищаться, прятаться и так далее. Времени нет на что-то другое, главное сохранить жизнь телу. Можно сказать, что в этом случае страх твой друг, он дает тебе выброс адреналина и ты начинаешь действовать. Но вот медленный страх работает по-другому. Тот, кто манипулирует с тобой с помощью страха, использует тебя в своих целях, а страх ему нужен все по той же причине, что и в случае с быстрым страхом. Лишить тебя способности анализа и приземлить, насколько это возможно, до уровня рефлексов и инстинктов. И тогда управлять тобой будет не сложнее, чем дрессированным псом, просто давая тебе, так сказать, информацию эмоционального характера и тем самым заставляя как бы реагировать тебя на нее уже в своих интересах. Возьмите цирк. Можно взять дикое животное из природы и тыкать его палкой с током до тех пор, чтобы в какой-то момент только от вида этой палки животное впадало в страх и делало то, что хочет от него дрессировщик. Или еще вот такой вот пример. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok В том, что реальная ситуация может поменяться и для страха причин уже не будет. Или как в случае с обезьянами, он вроде как может быть, но в чем его реальная причина уже непонятно. То есть действительный анализ отсутствует, а присутствуют только эмоции и непроверенные знания. К примеру, слона тыкали палкой за кулисой, а потом вывели на манеж к зрителям. Но на манеже нет палки с током, нет цепей и так далее. То есть он может буквально убить своего обидчика, но он этого не делает. Потому что не может проанализировать ситуацию. С человеком так же. Разве что методы соответствуют его чуть более высокому интеллекту, не более. Вы знаете, хотел вам накидать мысли еще на пару листов в качестве итога, затронуть вкратце множество тем, которыми нас постоянно пугают, о перенаселении людей, что особенно видно, когда едешь в поезде Москва-Владивосток часами, наблюдая бескрайние поля. Про качество еды, от которого не спасет никакой масочный режим. Про бесконечные военные конфликты за ресурсы, которые вроде как затеваются за ресурсы, и которые на них же и уходят. Ну и так далее. А в финалочке, знаете чего не хватает в романе? Серьезно. Девчонок. Хотя бы одной. Тогда бы все могло развернуться еще более наглядно и интересно. Или обрести совсем иные повороты сюжета. Но это, как говорится, уже совсем другая история. На этом я с вами прощаюсь. Надеюсь, до новых встреч, друзья. Всем удачи.